Поднять имидж государственных служащих вновь пытаются мажелесмены. Громкие антикоррупционные скандалы и задержание чиновников изрядно попортили авторитет связующего звена между властью и народом. Как известно, глава государства озвучил перед правительством ряд задач по повышению имиджа власти и решению их социальных вопросов. Работу по самому щепетильному направлению уже начали во всех регионах страны. По словам спикера, который побывал в гостях нашего телеканала, заявила, что в сфере должны работать профессионалы, у кого есть опыт и только тогда будут результаты. Государственные служащие являются связующим звеном между властью и народом. Глава государства Казамжимар Тукаев отметил о необходимости совершенствования системы отбора кадров на государственную службу. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу, подчеркнул президент страны. Именно на реализацию данных поручений направлена деятельность филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. В течение года на регулярной основе проводятся обучающие курсы и семинары, направленные на повышение квалификации государственных служащих. Между филиалом и местными госорганами налажена тесная связь, рассказывает директор филиала Жанат Нуртлевова. В нашем филиале работает специальный профессорский состав. Согласно законодательству, любое государственное служение регулярно в срок не менее трех лет должен повышать профессиональную квалификацию. Также это необходимо сделать при назначении на руководящей должности. В ходе обучения мы формируем контент и профессорско-преподавательский состав. Сейчас весь процесс переходит в онлайн формат. Благодаря этому местные государственные служащие могут проходить обучение у профессоров из столицы и других городов. В государственной службе должны работать профессионалы своего дела. Только в этом случае будут эффективно развиваться и приносить плоды в все сферы экономики, считает депутат городского маслехата Женесабль Харес. Примеры фермеры испытывают трудности при получении субсидий. Почему так происходит? Я направил соответствующий запрос в управление сельского хозяйства. Насколько руководство уверено в своих кадрах? Могут ли они доходчиво объяснить весь процесс фермерам, которые ранее не сталкивались с этим? В любой сфере должны работать профессионалы. Те, у кого есть опыт, тогда и будут результаты. Также в ходе передачи были обсуждены вопросы кадровой политики, образования и безработицы среди молодежи. Главное – это качественное выполнение поручений, озвученных главой государства. Астаная Бахат, Асель Тиакпаева, Женебек Галым, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова